Идём на дачу. Волга. Рива. Волга, Рива, Волга, Рива. Идём на дачу. Волга, Рива, Волга. Волга, Рива, Волга. Волга, Рива. Волга, Рива, Волга. Волга, Рива, Волга, Рива, Волга. Волга, Рива, Волга, Рива, Волга. Волга, Рива, Волга, Волга. Волга, Рива, Волга, Рива, Волга, Рива, 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 Волга, Рива, Волга, Рива, Волга. гладко-гладкое совпадение и теперь значится здесь делаем для того чтобы они хорошо взялись рядом с другом сели здесь пяточка делается и отсюда подрез пяткой и подрез чтобы у нас вот так и так так и так вот эта пяточка должна упереться в такую же на этой веточке здесь делается такой стык как бы да 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 чтобы был упор взаимный все полный и обрабатывать по новой . это мы поле менее совпадение есть и по толщине да и толщина вроде вас восполнены вот в этом состоянии там этим не менее а эти вот ниточки которые силиконовые чем они отличаются от просто скотча почему нельзя просто скотчем например подмотать нужно скотчем но этот вот он достаточно эластичный и как он называется этот садовый винтик да именно это лента для прививок лента для прививок ну купить ее в наших магазинах почему-то невозможно у китайцев на заказ академии вот они где-то считают что она есть продаж на самом деле и нигде нет ни в каких киосках никаких магазинах она прочная пришли и держишь она держится совмещаем совмещаем чтобы движение пошло по этой веточке а ты чтоб сок из сливы пошел в сок абрикосовую ветку садовым варом подмазюкиваем края чтобы туда не заходило не запутали ползали всякой всякие грибы муравьи не сползал не а кончика ты вид этой ленточки ты его просто подтыкнула до куда туда ну как то тогда она оборвалась не попадну как оборвалась перематывать не будем уж больно хорошо все села если жить ей то она вышивит а если ей не жить значит она и не вот таким а зачем краешек самой обмазать тоже сок тут тоже будут враги селиться если не замазать вот как-то так все мастер-класс окончен теперь у нас есть еще одна веточка чтобы привить на сливу абрикос и мы его сейчас будем в кармашек куда-то как называется кармашек под кожу да то был стык-стык так как и куда-то сюда так здесь уже есть под кожу не обязательно совпадение до что делается срез кожи и в этот срез как в кармашек вставляется вставляется желательно опять-таки делать это одномоментно у меня конечно не получится одномомент ниши верхний край срежем на нет должно сойти нижний край совсем тоненький да 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 что он лег прям он туда впитался к нему под кожу лес вот уж растению так отжимаем повторяем должно совпасть ну да прям сильно туда вгоняем с упором до чтобы она максимально села села в карман и ленточками приматывать да да еще разочек так ну все это если подожжать то и нормально все так вот тут точно надо уже варом сразу потому что тут образуются пазухи очень солидные сейчас все это за х замажем чтобы туда не попали последствия никакие бяки кулебяки и вода не попалась водой все остальное что присуще обмазанный варом абрикос всунут в кармашек слива а ты теперь делаешь что ты теперь делаешь чтобы лентой замотать пошире а ленточку пошире может делать самим можно сказать зима еще это было бы так сейчас мы аккуратненько подтянем и желательно с усилием в этом месте подтянуть одно к другому то есть мы как бы накрываем сначала стык а потом этот стык же и примат притягиваем но тем не менее но сейчас сверху еще той ленты и узел и бантик вот так все было видно что работала женщина эстетично конечно ну уж мы раз выбрались получим сполна ну да да майских то вряд ли еще придется подвить на май на майские нельзя надо раньше движение уже сейчас идет их вот видно видишь веточки выходим на большую дорогу на бетонку сегодня денек солнечный обеззараживающий перекресток небо сегодня почти открытая погодка шик блеск красота волга граница сосен и берез сарае же полного тут именно в этом месте очага что ты ее ешь мне кажется он вредный нет чага даже от радиации помогает я знаю от радиации земляники стакан надо ездить мой есть грязненько каким образом значит лечить и же облучают и на онкобольных чагу испытывали им помогло чага березовый помогает от онкобольной от радиации от облучения при химиотерапии у онкобольных тоже типа улучшение добыл да не химии на радио такое небо красивая но тут у меня были вот из гола и там волга такая потрясающая а вечером какой-то сослу на у нас видно центральная часть города огни города большого а чё технопарк что там происходит что маш